Плотните. Не больно? Щитовидная железа – один из главных производителей гормонов в организме человека. Они регулируют обмен веществ, потребление кислорода тканями и рост клеток, отвечают за работу иммунной системы, словом, влияют на все стороны жизни. Согласно статистике, до трети всего населения нашей планеты имеют те или иные проблемы с щитовидкой. Щитовидная железа оказывает влияние на весь организм. Чаще к нам приходят пациенты с гипотириозом – это сниженная функция щитовидной железы, с тиреотоксикозом – это гиперфункция щитовидной железы, с узловыми образованиями, с аутоиммунными тиреидитами. Врачи утверждают, понять, что с щитовидной железой что-то не так, можно по множеству симптомов. Если вдруг человек стал терять вес по непонятным причинам, появилась раздражительность, нарушение ритма, либо наоборот, набор веса, тоже без причины, отечность, потливость. Необходимо обратиться к врачу. К счастью, большинство нарушений работы щитовидной железы хорошо поддается лечению. Главное – не запускать болезнь, регулярно проходить диспансеризацию и не откладывать визит к доктору, если вас что-то беспокоит. Я здесь регулярно наблюдаюсь, контролирую свои анализы. На данный момент у меня уже наступила ремиссия. Каждый раз все анализы на гормоны я сдавала, проходила УЗИ, направление к другим специалистам, обязательно надо дать общую кровь, проверять сердце. Поэтому я очень довольна и ничуть не жалею, что обратилась в поликлинику по месту жительства. Ну а что нужно делать, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы? В первую очередь включить в свой рацион продукты, богатые йодом и селеном. Мы живем еще в андемичном районе по йододефициту. Чаще все-таки йододефицит приводит к каким-то узловым образованиям в щитовидной железе. А взрослому человеку достаточно употреблять в пищу едированную соль, морепродукты, морскую капусту. Едированную соль ежедневно надо принимать, а морепродукты хотя бы 2-3 раза в неделю. Также щитовидка любит чеснок, хурму, орехи, а еще здоровый образ жизни, соблюдение режима труда и отдыха, чистый воздух и регулярные умеренные физические нагрузки. Помните об этом всегда, а не только во всемирный день щитовидной железы, который многие страны отмечают 25 мая. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ.